добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о свободе вероисповедания в прошлой программе мы говорили о том что у нас есть право проповедовать евангелие и исповедовать свою веру так вот сегодня я хотел бы поговорить о том что не только мы обладаем таким правом им обладают кришнаиты саентологи мормоны муниты православные католики и абсолютно каждый человек который хоть во что-то верит включая атеистов кстати атеизм является одной из форм религии потому что мы верим в бытие бога атеисты верят я хочу это подчеркнуть в его отсутствие что является более сложным поверить то что бог есть или поверить в то что его нет судить не берусь но они имеют право наравне с нами проповедовать свою истину привлекать сторонников формировать какие-то структуры и нас может это раздражать но дело все в том что их свобода это и наша свобода как только мы не дай бог становимся причиной ограничения чьей-то свободы это будет говорить о том что бог обязательно отреагирует и ограничит свободу нашу мы с вами друзья обладаем истиной мы обладаем абсолютно истиной я говорю о христе не о каких-то доктринах и догмах и мы не должны бояться что какие-то люди они смогут разрушить это потому что церковь ее не одолеют врата ада не говоря уже о каких-то кришна это которые могут перетянуть пару-тройку людей не утвержденных за которых мы точно должны бороться прежде всего конечно же молитвенно но сейчас говоря о свободе я хочу сказать вам если вы хотите быть свободными то вам стоит позволить другим людям пользоваться той же свободой в той же мере даже я бы так сказал в какой мере вы даете другим быть свободными в той мере и вы свободны иисус очень знаете ярко и очень четко эту истину проговорил когда он сказал что мне тесно ваших сердцах я готов и он может вместить всех людей но в наших сердцах тесно потому что мы не можем вместить людей с их свободой мы готовы принимать людей с радостью с улыбкой но если он будет соответствовать нашим критериям если он более свободен чем мы не важно в чем это выражается в одежде в стиле поведения может достаточно аккуратно начинаем относиться к этому человеку но это говорит не о том что он плохой это говорит о том что ты не свободен если ты не можешь принять человека с его свободой значит ты не свободен наша свобода их свобода в одной мере но мы обладая истиной настоящей истиной верой в истинного бога мы не должны бояться что чья-то свобода разрушит эту веру если ты боишься что твоя вера может быть разрушена человеком который говорит ходит и одевается не так как ты то ты вообще верующий во что ты тогда поверил в бога одевающегося раздевающегося говорящего на определенном сленге или не употребляющего какие-то слова или все-таки во владыку небо и земли который превыше всего и не наше с вами дело менять характеры людей и ограничивать их свободу это их работа это их ответственность и это божье дело менять характер а наша задача любить и давать людям